Субтитры сделал DimaTorzok Прежнему брата Штейна Так, и остановились мы на прошлой серии То, что мы пришли Пришли к Фейрис Чтобы выяснить В чем был смысл ее DimaTorzok Чтобы его отменить И просто как бы мы начинаем Отменять все DimaTorzok Которые были до этого сделаны Это у Фейрис У Рукако У Мойки Ну и последнее, это вроде как Связанное с Курицу Самый первый В первых, так сказать, часах Нашей игры И, собственно, вот мы пришли Там какая-то игра про Райанет Я даже не помню Даже в аниме, что это за игра Вроде какая-то азартная Какая-то карточная Вот реально не помню В аниме вообще Мало про это тоже показывалось А здесь как-то и тоже не особо рассказывается Поэтому продолжаем Конечно же Почему бы и нет Голос решил в самом начале Отказать Ну да ладно Так, 16.00 Тьма людей Выйдет издание Это в основном родители с детьми Но также есть мужчины и женщины От 20 до 30 лет Похоже, у них широкий круг потребителей Некоторые люди косплеят Другие несут товары Райанет И бумажные пакеты Они те Кого бы вы И ожидали тут увидеть Возможно, мне стоит попытаться Позвонить в Эрис опять А можно и так сделать? То есть, вот этот значок Я не знаю, что он означает Может быть, все-таки Это типа можно Серьезно? почему она не берет трубку мое отчаяние достигла пика я говорю себе успокоиться но это не помогает одно препятствие за другим я на грани поражения я хожу туда-сюда смотря на выходящую толпу я пытаюсь звонить дару но теперь даже он не отвечает похоже у меня нет выбора извините меня я подхожу к нескольким людям собравшись у входа у в у пикс на них потрепанные кожаные куртки и массивные серебряные аксессуары не тот тип людей с которыми я обычно вожусь вы не знаете где чемпион районет фэрис сан чего они тут же угрожающе посмотрели на меня чемпион районет фэрис сан вы слышали это парни человек улыбается другим членам его компании дерзкий неприятный смех звучит в ответ я стараюсь подавить себе гнев если вы знаете пожалуйста скажите теперь человек улыбается уже мне что ты друг бывшего чемпиона хит на улыбающийся человек бывшего чемпиона пока я я не вдумеваю от этого человек подходит прямо к моему лицу что-то ударил мне в лоб аж искры из глаз посыпались я упал на спину сверху лба жжет так словно кто-то выжег там клеймо но это быстро сменяется пульсирующей болью я наконец понимаю что этот псих ударил меня головой какого черта почему он так поступил разве я ему что-то сделал или он хейтер хейтер серьезно давайте почитаем что такое хейтер а люди которые оставляют негативные комментарии о ком-либо и о чем-либо они появляются в места где обитают фанаты человека или вещи и провоцируют их выкладывая оскорбительные вещи для них не редкость устраивать эмоциональные споры между фанатами хейтер я шатаюсь встаю на ноги человек наклоняется чтобы подобрать шляпу которая слетела когда он ударил меня и тогда я увидел это прямо на верхушке его головы есть небольшая область лишённая волос я не могу ошибаться лысина извини но ты просил об этом просил мое грязное сердце страдает просто от того факта что услышал как ты назвал эту девчонку чемпионом понял даже не смей называть эту отвратительную коту бабу чемпиона в моем присутствии если ты конечно не хочешь чтобы твое тело и душа были заморожены вашим покорным слугой королем улиц единственным и неповторимым черным абсолютным нулем четыре градуса что за бред несет этот парень он очевидно живет в своем собственном глупом мире меня зовут четыре си это аши да понял меня я сильнейший и крутейший игрок в райнат когда-либо правящий улицам акебы никто и рядом не стоял никто а ты знал сухой эллиот такой холодный что сжигает кожу это морожен обморожение они ожог чего когда я указал на научную истину человек с лысиной его лакеи обозлились выглядит плохо у меня нет времени встревать драку я решаю произнести тактическое отступление после этого я иду в актовый зал и спрашиваю персонал про фэрис безрезультатно когда я попробовал позвонить дару он уставшим голосом сказал может она уже пошла домой я вернулся к апартаментом фэрис и позвонил в домофон еще раз снова ответил дворецкий могу я узнать кто звонит это к б фэрри руми хасан вернулась подожди-ка немного похоже она дома домофон на время и затих и затем автоматический замок открылся позволяя мне пройти в зал с лифтом пожалуйста поднимайтесь сэр юная мисс увидится с вами я поблагодарил его и поспешил в лифт дворецкий провожает меня в спальню где на диване фэрис сидит обняв колени она не поднимает взгляд даже после того как я подхожу фэрис наконец-то я хочу кое о чем тебя попросить не она выглядит опустошенной словно из нее высосали всю жизнь я никогда не видел фэрис такой что случилось ты выглядишь подавленной этого не может быть дня почему фэрис должна проигрывать не если бы только те парни не использовали на мне свои фокусы они ополчились на фэрис я даже пообещала что одержу сокрушительную победу должно быть папа разочаровался во мне не слишком стыдно показываться на глаз они а что она говорит нет стойте кажется я понимаю я вспоминаю то что случилось после завершающего матча фэрис чемпионате райнет этот покрытой кожей урод назвал ее бывшим чемпионом думаю что значит она проиграла и поэтому расстроена не жалко фэрис но у меня нет времени с этим разбираться послушай фэрис фэрис несколько раз моргает когда я хватаю ее за плечи но ее взгляд рассеян и пуст в нем нет света несколько дней назад ты использовал машину времени которые мы изобрели чтобы отправить димейл ты помнишь это я знал что это бесполезно но должно было должен был бы спросить фэрис не помнит на самом деле с ее точки зрения этого никогда не было как не объяснить предположим например что здесь в акебе были кучу магазинов для аниме атаку и скажем ты использовала машину времени и сделала из акебы электрогородок какой он сейчас есть как бы ты это сделала я знаю что это и правда каверзный вопрос но я не могу придумать ничего получше машину времени перес бар мочит ее выражение лица все еще пустое машина времени она повторяет одну и ту же фразу свет постепенно возвращается во взгляд фэрис и тогда в одно мгновение тема она давит на меня что она хорошо пахнет кошачьи ушки фэрис щекочет мне нос я застывая не знаю что можно сделать с таким внезапным поворотом событий фэрис смотрит на меня она выглядит такой отчаянно я чувствую что мое сердце забилось быстрее это настоящая машина времени я до настоящая перес взглядывается меня еще интенсивнее словно пытается увидеть что-то в моей душе я верю тебе и прямо когда у меня складывается впечатление что она поверила мне слишком легко она внезапно хватается за голову я сейчас вспомню фэрис помнит как использовал машину времени правда фэрис забралась машина времени и все увеличилось что но тебе не нужно они о чем и не на чем ехать ты отправляешь димейл прошлое вот она я начинаю вспоминать больше и больше перес опять хватается за голову и смотрит на меня со слезами на глазах голова болит что здесь происходит у фэрис тоже есть читающий штайнер я не знаю я должен выяснить но как успокойся надо подумать должен ли я связаться с курису или мне следует тема фэрис 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 продолжает цепляться за меня и все что я могу это держать ее теплое мягкое хрупкое тело в своих руках я должен как-то заставить ее вспомнить мои мозги становятся кашей не держись могу ли я что нибудь сделать если бы я выиграла если бы я выиграла я могла бы вспомнить не выиграла я выиграла что сегодняшний матч против вирал атакерс ня я проиграл только из-за их подлых фокусов ня и сейчас в моей голове каша так что я ничего не могу вспомнить пожалуйста кема думаю если я выиграю матч я все вспомню так что пожалуйста ня дай мне использовать машину времени офигасе к слову ты не притворяешься ведь так притворяешь что ты имеешь ввиду не говорите мне что она хочет использовать машину времени чтобы просто выиграть матч парень от учитывая ее личность это довольно таки вероятно конце концов эта девочка постоянно обводит мужчин вокруг пальца ты ужасен няrä и тогда фирис начинает плакать у меня на груди даже если фирис пытается сделать самым при самом лучшем образом все что вспомнить называешь меня лжецом это обидно нет извини Слезы появляются из уголков ее глаз Я не имею ни малейшего понятия, что делать в такой ситуации Судя по ее глазам, я не думаю, что она врет Но теории, что она вспомнит, если она выиграет турнир по Райне, нет совершенно никакой основы Пожалуйста, ня Феррис шепчет мне на ухо Помоги, Феррис, выгодня И сразу после этого я чувствую что-то теплое, мокрое на мочке уха Феррис касается моего уха зубами Посылаю электричество сквозь все мое тело Стой, я понял, я понял, хорошо Я быстро отодвигаюсь от Феррис Это было опасно, я почти взорвался Окей, Феррис, мы сделаем по-твоему Правда, ня Мне нужно, чтобы ты вспомнила, неважно, какова будет цена Феррис пытается обвить меня руками, но я быстро уклоняюсь Она неловко влетает лицом в диван Почему ты уклонился, ня Ты ведешь себя так, словно мы слишком хорошо знакомы Я не очень хорошо знаю, как вести себя с Феррис Уверена, она только использует меня Меня обманывает, да? Я трясу головой даже так У меня нет другого выбора, кроме как позволить ей выиграть турнир Я сделаю все, что только можно, чтобы повлиять на результат Пока я буду продолжать делать это, я так или иначе пойду на решение Найду Я должен верить в это Я собираюсь совершить прыжок в это утро и дать тебе какой-нибудь совет, который позволит тебе выиграть Как насчет этого? Мы не посылаем письмо? Наша лаборатория изобрела устройство для прыжков во времени Иными словами, отправка своего сознания в прошлое Отлично, то есть это как новая игра плюс ня Да, все так Не подыгрывай, что бы ты ни делала, не подыгрывай То есть, если Феррис использует это и прыгнет в текущее утро, это все решит? Я не знаю, каким образом это может все решить Ты не можешь Почему нет? Я не могу позволить кому-то еще использовать машину для прыжков во времени Нечестно К этому нельзя относиться легкомысленно Это опасно Неудач до сих пор не случалось, но моя удача не поддержится вечно Сузуха потеряла память после путешествия в сломанной машине времени Конечно, ее машина времени другая, но что-то похожее может случиться и с машиной для прыжков во времени Учитывая ее низкий бюджет и ускоренный график, будет неудивительно, если она сломается А еще одно Я не могу позволить кому-то еще изменить прошлое Моя цель вернуть мировую линию с IBM 5100 Затем использовать его, чтобы избежать поля аттракторов Альфа Чем меньше изменений, тем лучше Я буду ответственным за изменения прошлого Верь мне, Феррис Хорошо Я стараюсь удержаться на своих трясущихся ногах Когда зрение восстанавливается, я сверяю часы Сейчас 10.38 утра Прыжок совершен успешно Согласно Феррис, она проиграла в матче из-за отличного скрытого вмешательства со стороны противоборствующей команды Феррис сказала мне, как побороться с этим Ее план Интересно, права ли она? Нет, сейчас не время сомневаться Феррис сказала, что прибудет к актовому залу около 12 Я направляюсь к Купикс, убедившись по дороге, что купил солнечные очки и затычки для ушей Еще целых полчаса до начала турнира Но перед Упикс уже стоит очередь Я не думаю, что будет много участников, так как это уже финал Но оказывается, в то самое же время идет еще один турнир для широкой публики Для разогрева, так сказать Участники входят через другой вход, нежели зрители Я на входе для участников стою и жду, когда Феррис завершит свой образ Примерно через 15 минут Феррис заканчивает Она живет по соседству Супикс, так что у нее остается много свободного времени Она надела свои кошачьи ушки и униформу горничной Кажется, странно видеть ее в форме, несмотря на то, что Майк Швин не существует на этой мировой линии Глаза Феррис широко открылись, когда она посмотрела на меня Кьома, что ты здесь делаешь, ня? Я ждал здесь, потому что хотел тебя увидеть Ты признаешься мне любви? Я не буду знать, что делать, если ты сделаешь это перед таким важным матчем, ня? Не глупи, с чего бы мне признаваться? Ты сегодня ужасно серьезный Обычно ты более игривый У меня нет времени, чтобы быть сейчас хоин Кьомой Я нервничаю из-за финала, поэтому хочу поднять себе настроение Ня Она не выглядит напряженной Пожалуйста, Феррис, выслушай меня, это важно для твоей победы Важно? Но ты ведь даже не знаешь правил, Райан, ня Это не касается правил или чего-то подобного Тогда в чем дело? Она ставилась на меня любопытными глазами Лучше отдам ей вещи, пока я не облажался Возьми это с собой Я стараюсь передать солннозащитные очки и беруши, которые я купил по дороге сюда Но Феррис отстраняется, будто она на страже Кьома, это не то, ня Как грубо Тебе стоило принести более приятные подарки Наподобие Это не подарок, это контрмеры Ня? Слушай, внимательно Я прибыл с будущего Я знаю, ня Что? Она знает? Как? Почему? А Феррис прибыла из космоса, ня Не забывайте, что именно дело с Феррис, ня Что имеете дело с Феррис? Я не шучу, я действительно прыгнула сюда из 6 часов вечера сегодняшнего дня Я знаю сход финала, Райан Не говори мне о сокрушительной победе для Феррис Нет Ты проиграла Феррис хмурится Но это лишь из-за вмешательства команды противника Так что для того, чтобы защитить себя Я принес эти очки и беруши Я отчаянно пытаюсь убедить ее Но Феррис просто опускает голову, что делает чтение ее эмоций проблематичным занятием Ты слушаешь? Я хватаю стройные плечи Феррис Она дрожит Феррис? Так, сохранимся на всякий случай Знаю я эти прекрасные сообщения Ой, блин А нафига столько вариантов? Ты серьезно распатришь варианты с электронными замками и ключ-картами? Деньги? Я никогда ничего не говорил об электронных замках и ключ-картах Откуда вообще? Я понимаю, должно быть это эффект прыжка во времени Кема, ты подлец! И затем она неожиданно взрывается Это очень важно для Феррис матч Как ты смеешь говорить, что я проиграю? Ты подлый, ты шпион Вирал атакер сня Нет, смотри же, это была не твоя вина Что ты проиграла Это не слушаю После быстрого удара в мою Голень Феррис в гневе поворачивается ко мне спиной Черт бы тебя побрал, девушка-кошка Выслушай меня хоть раз в жизни Подожди, я сказал, подожди Мне нужно, чтобы ты выиграла Несмотря ни на что Как я и сказал, я не могу проиграть, не И я не хочу надевать эти мерзкие очки Феррис нужно быть всегда милой Мои фанаты рассчитывают на меня Блин, теперь она на меня злится Феррис отталкивает меня и бежит ко входу участников Я не участник, поэтому если она вошла внутрь, то все кончено Пожалуйста, услышь меня Несмотря на боль в моей голени, я догоняю Феррис и встаю у нее на пути Феррис, пожалуйста, жизнь Майюри зависит от этого Кто-нибудь, кто-нибудь сюда, спасите меня Феррис вдруг начинает кричать Она привлекает внимание окружающих участников и зрителей И даже персонал подключился Блин, я не могу говорить про машины времени И жизнь Майюри с таким вниманием к нам Но если я не смогу заставить Феррис меня Выслышать, то другого способа отменять ее демил не будет Что мне делать? Кажется, у тебя на руках до неприличного много свободного времени, да, чемпион? Это самодовольный голос Высокий мужчина, одетый во все черное, подходит к нам с улыбкой на лице Всякий раз, когда он делает шаг, все его серебряные аксессуары издают звон Он резко снимает свои очки, показывая лицо парня, что достало мне неприятности ранее Если я не ошибаюсь, он зовет себя 4С или что-то типа того Стремившись вниз к улицам небес Я черный павлин царства Райнет Мое имя 4С, это Шидов Понял меня? Я лидер Лидер Вирал Атакерс Вирал Атакерс Атакерс? Мне кажется, я слышал это название прежде Точно, они противники Феррис в этом матче Они хотят завязать драку Это парень, который бьет людей головой ни с того ни с сего И кажется, по какой-то причине он ненавидит Феррис Серьезно, ты разочаровал меня, чемпион? Ты играешь системой, но это просто шум для моего сердца И сейчас перед матчем погружаешь в порочную любовь этого никчемного человека Ты напялила ушки сиамской кошки? Похоже, думает так же Почему все становятся на пути Феррис? Я не слышу собственных мыслей С этими словами она спешит зайти в зал Но я хватаю ее руку, чтобы задержать ее Феррис, я сказал тебя подождать Лапы прочь! Я умоляю тебя, пожалуйста, выслушай, что я говорю Эй, не смей нагнорировать человека, приближусь к истине Райанод сильнее всех Это не твое дело, проваливай Что, черт возьми, ты сказал? Разве ты не знаешь, что я черный дворянин царства Райанод? Разве ты не был черным павлином царства Райанод? Переведи свою историю в порядок Я черный павлин-дворянин Потому что черный – это символ Райанод Все рекламные плакаты имеют сине-белый мотив Не сказал бы, что он выглядит черным Понял Тебе просто нравится говорить черный Думаешь, ты умен? Я собираюсь окрасить эту кошечку в черный еще до начала дуэли 4С приближается с гневной гримасой на лице Но я единственный, кому стоит злиться Жизнь Майюри висит на волоске Тем не менее, Феррис ни с кем не объединяется Не могу поверить, что это происходит Как не заставить отвалить этого парня Недолго думая, решая встретить его, как Хоэн Кёма Знаешь, что будет коснись для меня? Сухой лед даже кожу сожжет Это обморожение, а не ожог Че? Я говорю тебе, хватит недооценивать Феррис Прибереги свой бред для того, кому он интересен Я слышу смех вокруг Они смеются над тобой Ты испорченный любовник кошечки? О чем он вообще говорит? Думаю, нет Они смеются над тобой Ты жалкий павлин с лысиной на голове Что? Как ты узнала о моей неприкосновенной черной лысине? Я никому никогда при нее не говорил Лицо 4С стало красным Элементарно, 4С Я безумный ученый и путешественник во времени Ничто не укроется от взора Хоэн Кёма Имя Шида Теперь ты зашел слишком далеко За грех оскорбления моего Ультра крутого имени я позову тебя в свой сад Черный ад Ну погоди Он надел свои очки и ушел Просмотрим это как плату за удар головой Откуда ты узнал про слабое место 4С? Ня Никто никогда этого не видел Ты не слушала? Я пришел из будущего Так что прошу, Феррис Возьми это Просто положись на них Ладно? Феррис никак не может проиграть Ты сильнее их Бесспорно Но ты только что Его слышала Они очевидно не собираются играть честно Они что угодно сделать ради победы Даже если это разрушит кодекс игроков Райнет Если ты так говоришь Похоже, мое отчаяние окупилось Феррис неохотно принимает Два предмета, которые я ей принес Конечно Она Не вынимает их из сумки Я всего лишь собираюсь держать их поблизости Это нормально? Не Да, просто убедись Что возьмешь их к собой Когда выйдешь на сцену Я обещаю Они тебе понадобятся Рано или поздно Она воспользуется ими У нее не будет выбора Тематическая песня Райнет Какеру звучит на весь зал Объявляя начало финала На сцене что-то величественное Напряжение в толпе достигает пика Спасибо всем за ожидания Финал почти начался И скоро мы увидим Кто станет великим чемпионом Райнет Эксэс Баттлерс Эти две команды почти столкнулись С перводействующий чемпион Наша королева Кошка Горничная В стиле Моя Феррис Феррис выходит Под гром аплодисментов Она широко улыбается И машет зрителям Она действительно похожа на королеву Я заметил, что она не одела Сонозащитные очки Которые я ей дал И теперь Претенденты Как комета пылающая в небе Внезапно появились они Темная лошадка Нет Темный павлин Мира Райнет Это их первый турнир Но несмотря на различные неприятности И ништучных противников Они дошли до финала Они черный Абсолютный ноль Viral Attackers Viral Attackers состоят из 4C И Некоего Короташа С таким же фетишем Из черной кожи Они выглядят как пара панков Прямо из Икебепура Икебукура Я сижу В отупленном Страхе Растущем вместе С ажиотажем Вокруг меня Дар хлопнул По моему плечу Тебе тоже стоит Поприветствовать Ферристиан Да Не обращаю внимание На мое беспокойство Дар начинает прыгать И махать руками В воздухе Ферристиан Так Ассистентка Что тебе надо Наша лаборатория В США Защищена Ключ-картами И сканерами Отпечатков пальцев Это довольно круто Хотя я не думаю Что ты когда-нибудь Сможешь себе Их позволить Понятно Я люблю тебя Ферристиан Мое-мое Камеры Фокусируются Вместе с попытками Всех Разглядеть Девушку-кошку Я собираюсь Выложиться На полную Так что Подержите меня Ня-ня Динамики Разносят Ее милый Веселый голос Каждый угол Угол зала Судя по всему Они дали микрофон Для обеих команд Чтобы они могли Говорить со зрителями Пан сервис Выстрел Ня Феррис Надевает Озорную улыбку И поворачивается К зрителям В секси позе Весь зал Сотрясается Отрево Зрителей Популярность Феррис Просто Подавляющая Вот она Да Феррис Это я Выходи за меня Дару Полностью Поехал Я удивляюсь Если Я удивлюсь Если С Феррис Все будет В порядке Судя по ее Энтезиазму Безусловно Можно предположить Что с ней Все будет хорошо Как только приветствие Закончился Я обратился К Дару Почему сюда пришли Двое Из Вирал Атакерс А Феррис Всего одна Что Ты даже Об этом не знаешь Я не знаком С правилой Райнет Эксесс Баттлерс Я просил Дару Объяснить их Перед началом Финала Но он Охватил Охватил Лишь Основы В этом турнире Дуэли Проходит Между командами По два Человека Но так Как Нет никого Достаточно Сильного Чтобы быть Партнером Феррис Она уступает В одиночку Две Головы Очевидно Лучше Чем одна Но Феррис Может выиграть Несмотря на Препятствия Вот почему Я люблю ее Эти Вирал Атакерс Что это за Команда Не знаю Подробностей Но видимо Они довольно Агрессивны Помимо этого Я про них Ходит много Подозрительных Слухов Как видишь У них Много Последователей И видимо Они не против Того Что они Последовательные Они против Того Чтобы эти Последователи Вмешались В поединки Примерно Половина команд С которыми Они сталкивались В турнире Не явились И это Не все Судя по всему Они даже Избивают Атаку В Акибе И Экибе Кура Короче говоря Райнеры Действительно Ненавидят их Тогда Почему Они не были Дисквалицифицированы Потому что Нет доказательства Райнеры Это в основном Дети И атаку Небольшое Запугивание Со стороны Парней В черном И они Замолкнут Вирал Атакерс Феррис Феррис Говорила мне Что их Вмешательство Стоило ей Игры Но до тех пор Пока у нее Есть Ценноточительные Очки И беруши Что я Ей дал Она должна Быть в состоянии Выиграть Если она Победит Она будет В состоянии Вспомнить Содержание Димейла Что она Послала В крайней мере Так она Сказала Мне нужно Чтобы Феррис Победила Жизнь Майюри Зависит От этого Я рассчитываю На тебя Феррис Феррис О чем бы стоило волноваться Феррис Тян может Выстечь Искри Из этих Панков И мгновение Ока Обе команды Готовы Судья Собирает Феррис И двоих Противников Для броска Монетки Чтобы определить Чья очередь Будет первой И сейчас В финале Райанет Эксесс Батлер Гранд Чемпионшип В зале Мгновенно Повисла Тишина Все Затаили Дыхание В ожидании Разрешить Дуэль Крик Судьи Сигнализирует Что игра Началась Комната Взрывается В овациях Первой Будет Феррис Огромный Монитор Подвешенный К потолку Показывает Коврик Схему Штуку Похожую На шахматную Доску Карты Блестят И искрят В свете Огней Все Карты Лежат На доске Лицом Вниз Но Каждый Игрок Имеет Право Взглянуть На Свои Собственные Карты Камера Направлена Таким Образом Что публика Не может Видеть Какие Карты У них Есть По словам Дару Райана Таксак Баттлерс Это игра Психологического Противостояния Все Вертится Вокруг Того Чтобы Узнать Где Твой Оппонент Разместил Свои Карты Каждый Игрок Начинает С четырьмя Линк-картами И четырьмя Вирус-картами В сумме По семью Картами Которые Лежат На доске Лицевой Стороне Вниз Условия Победы Немного Сложны Но вкратце Ты выигрываешь Если заберешь Четыре Из четырех Линк-карт Противника Или Если Заставишь Его забрать Твои Четыре Вирус-карты Игра Начинается С выяснения Каждым Игроком Того Кто Как Поставил Карты Его Противник Зная Расположение Как Противника Можно Сдвинуть Игру В свою Пользу Вот Почему Нужно Быть Осторожным С ходами Которыми Ты Делаешь Независимо Оттого Атакуешь Ты Или Защищаешься Твой Партнер Здесь Для того Чтобы Твоему Оппоненту Было Труднее Читать Твои Мысли Я Смотрю Как Разворачивается Поединок Между Фейрис И Вирал Атакер Каждый Раз Как Раскрывается Линдкарта Или Вирскарта Волна обсуждения Проносится По залу Я Начинаю Понимать Насколько Удивительно Должна Быть Фейрис Чтобы Стать Чемпионом В одиночку Публика Сидит На иголках От Перевкушения Лучше Всего Я Могу Выразить Выразиться Так Что Похоже Вирал Атакер Оправдывает Своё Имя И Атакуют Что За Стратегию Использует Фейрис Я Думаю Ты Можешь Сказать Что Она Тормозит Она Проводит Первую Половенную Игры Пытаясь Понять Как Ты Противника Она Играет Осторожно И После Этого Нас Ждет До Самого Конца Для Неожиданного Поворота Этот Раз Она Пожалуй Будет Играть Так же Вопреки Ожиданиям Дару Фейрис Вторгается На Территорию Врага С Картой Которая Имеет Скил Называем Линейным Бустом Не Растиравшись Вирал Виралы Встречает Ее Атаку В лоб Противодействие Их собственной Карты С Линейным Бустом Как ни Странно Фейрис Делает Первый Ход Она Ждет Когда Виралы Принапрягутся Затем Хватает Их Карту Использует Свою Карту Линейного Буста Что же Произойдет Теперь Мы Не Узнаем Была ли Карта Что Она Взяла Линк Карты Или Вирус Карты Пока Она Ее Не Откроет Карта Что Выцепила Фейрис Это Не Может Быть Что Произошло Я Не Могу В Это Поверить Она Взяла Вирус Карту Она Практически Никогда Не Идет В Наступление Возможно Виралы Достаточно Сильная Угроза Чтобы Стала Причиной Изменения Стратегии Похоже Наша Киска Чемпион Уже Испугалась Тяжелого Рока На Крыльях Черного Павлина Твой Страх Становится Явным Я Вижу Эту Трустливую Дрожь Моими Глазами Падшего Ангела Это Твое Маленькое Изменение Стратегий Это Очевидный Блеф Мне так Нашептало Мое Элегантное Злое Сердце Я Провел Исследование Ты Никогда Не Перейдешь В наступление У тебя Осторожный Тип Мышления Я Все Знаю Про Твои Маленькие Трюки Ты Не Обдуришь Меня Карта С которой Приманку Не Так Ли Этот Черный Дворянин Посеял Тревогу В твоем Сердце Пробудив Древние Инстинкты Выживания Вот Почему Ты Вдруг Изменила Свою Стратегию Но Уже Слишком Поздно Для Этого Такие Бескусные Трюки Как Этот Не Имеет Шанса Затмить Нашу Тьму Ибо Мы Вирал Атакерс Черная Справедливость Узер Паттеры Райнет Бунтарий Против Этой Изменчивой Цветыни Она Действительно Умеет Говорить Он Действительно А я Все Еще Не Понимаю О чем Он Я Ненавижу Этих Парней Ферри Сияла Когда Она Встретилась С публикой Но Теперь Ее Блеск И Веселье Испарилась В лице Наспехающейся Читериси Но Ты Должен Признать Давление На Оппонента Важная Часть Райнет Если Ты Стряхнул Оппонента Его Реакция Может Помочь Тебе Узнать Расположение Карты Эта Игра Кажется Довольно Хардкорная Сказать По правде Райнет Более Популярен У Взрослых Нежели У Детей Также История Что Ис Аниме Оно Рассчитано На Детскую Аудиторию Но История Идет Довольно Запутанно Этим Ис Сексуальностью Кираритян Как будто Мне Не все равно Изращенец Только Три минуты Прошли Сначала Дуэли И Феррис Уже Нахмурилась Она Так Ерзает На кресле Будто Ее Что-то Беспокоит Лазер Что Смотри Рядом С ее Глазами Красная Точка Она Появляется С короткими Интервалами Так что Ее Трудно Увидеть Но Определенно В глазах Феррис Светит Лазер Серьезно Дар Уставился На нее На несколько Секунд Затем Подряс Своей Головой Не могу Сказать Но Если Ты Прав Акарин Тогда Кто-то Из Публики Пытается Ее Саботировать Черт И баба Брала Этих Биролов Почему Судья Не Остановит Их Они Должно Быть Делать Это Время От Времени Когда Судья Не Видит Публика Огромна Невозможно Сказать Откуда Исходит Луч Насколько Я знаю Тут Может Быть Несколько Лазеров Теперь Я понял Почему Феррис Просила Меня Принести Ей Сонозащитные Очки Прежде Чем Я прыгнул Во Времени Надень Нечу Черт Ив Очки Феррис Увы Мое Телепатическое Сообщение Не достигает Ее Я Сжимаю Свои Зубы И Встаю Эй Ты Куда Я Собираюсь Найти Того Кто Это Делает Остановителя Но Как Ты Собираешься Найти Их В этой Толпе Я Игнорирую Дары И Начинаю Пробираться Через Море Зрителей И Поисках Моей Цели Тем Временем Игра Все Еще Идет Феррис Берет Карту Которую Она Использовала Для Своей Первой Атаки И Вместо Того Чтобы Послать Ее На Территорию Врага Для Новой Атаки Забирает Ее Обратно Для Укрепления Своей Защиты Верла Отвечает Развязыванием Массированной Атаки На Ее Линию Они Снабдили Карту Линейным Бустом Что Позволило Двигать Ее Дважды Сделали Два Хода И Затем Убрали Линейный Буст Затем Они Снабдили Им Другую Карту И Походили Ее Похоже Их Стратегия Заключается В Атаке Волнами Они Кажется Даже Готовы Найти На Жертвы Пойти На Жертвы В Определенной Степени И Конечно Ж Виролы Скорее Всего Нападают Смесью Линк Карт И Для Того Чтобы Выжить В Осаде Феррис Вынуждена Захватить Что-то Из Их Карт В Отместку Но Каждая Вирос Карта Что она Вытащит Поставит Ее В Еще Более Невыгодное Положение Феррис Выгляд Очень Неуверенно От Неприятной Улыбки 4С Лазерной Атаке Должно Бы Действительно Достигает Ее И Наконец Она Делает Неосторожное Движение Ее Положение И правда Кажется Безвыходным Публика Не может В это Поверить Эй Эй Похож На то Что Эта Чертова Кошка Испугалась Моей Элегантной Злой Харизматичной Ауры И потеряла Холод Своего Сердца Думаю Мог Подумать Что Чемпион Сделает Такой Дилетант Дилетантский Шаг Дилетантский Я бы Слишком Занят Поиском Приспешников Виролов Среди Публики Чтобы Обращать Внимание На матч Но Этот Новый Поворот Событий Заставляет Меня Посмотреть На Монитор Феррис Перенесла Одну Из Своих Частей На Другую Сторон Доски Ко Входу Сервера Вирол Атакерс Но Вирол Должно Быть Использовать Свой Вирус Чекер Потому Что Карта Феррис Лежит Лицом Вверх Это Вирус Карта Каждая Карта Что Вы Высылаете Во Вражеский Сервер Прибавляется К общей Сумме Как правило Ты Пытаешься Получить Линк Карты Так Как Это Приближает Тебя К победе Однако Ты Не Обязан Раскрывать Любые Карты Которые Успешно Послал Вражеский Сервер Таким Образом Несмотря На То Что В Общем Тебе Это Вредит Технически Ты Можешь Отправить Вирус Карту Во Вражеский Сервер Но По Какой-то Непонятной Причине Феррис Пытается Отправить Раскрытую Вирус Карту В сервер Своего Врага Даже Если Она И пройдет Она Никого Не Обманет Кроме того Феррис Уже Забрала Три Вирус Карты Еще Одна И Она Проиграет Так Что Она Не Сможет Послать Эту Карту Даже Если Захочет Чего Ж Она Пытается Добиться Таким Образом Действительно Ли Она Так Рассеяна Из-за Лазерного Луча Позвольте Этому Элегантному Зловому Раскатчику Три 4C Высказать Приговор Всего Через Несколько Минут Ты Станешь Бывшим Чемпионом Кто-то В зале Вторит Вульгарному Смеху Так Вот Где Его Подчиненные Я Пробиваю Себе Путь Через Зрителей В направлении Смеха Остальные Зрители Начинают Свистеть Полагаю Большинство Райнеров Реально Ненавидят Вирлов Но Сама Фелис Не Реагирует На Смешки 4C Она Просто Кусает Губу И Закрывает Глаза Давай Просто Надень Очки Это Политика Вношения Только Милых Вещей Будет Стоит Ей Матча Или Может Быть Невозможно Предотвратить Проигрыш Фелис Может Быть Попытка Изменить Результат Ничего Не Изменит Как И Майори Обречено Умереть Независимо От Того Что Я Изменю Аудитория Вздыхает Виролай Вырвали У Фелис Линк Карту Теперь У них На счету Две Линк Карты Я Могу Почувствовать Это Фелис Проигрывает Но Сразу После Этого Я Заметил Несколько Парней Одетых Во все Черное Один Из них Тайком Целится В сцену Чем-то Похожим На ручку Это Я Хватаю Его За Запястье Ты Кто Значит Вот Как Далеко Вы Зашли Я Не Позволю Вмешиваться В матч Фелис Почему Ты Двинешься И Я Выстрелю Я Прислонил Кое-что К его Боку Это Гаджет Будущего Номер Один Лучевая Пушка Я Вспонял Как Этот Блеф Сработал С Мойкой На Предыдущей Мировой Линии Так Что Я Прихватил Его С С С С С Человек Замер Я Думаю Что Он Не Ожидал Оказаться Под Прицелом На С С Под Детской Карточной Игре Пользуясь Моментов Я Выхватываю Лазерную Указку Из его Руки И Скрываю Столпе Этот Панк Начинает Орать Но Сдается Когда Не Можешь Найти Меня Отлично О Лазере Позаботились Теперь Феррис Может Средоточиться На Игре Крик Поднимается Из Зала 4C Урвал Еще Одну Из Линк Феррис Это Третье Вирелам Нужна Всего Лишь Одна Чтобы Победить Слишком Слабо Киска Но Ты Сама Вин Аватар Решила Фильтровать Системой В таком Наряде Оставь Это Вызывающую Рвоту Чувство Мода Для Зеркала В Своей Спальне Все Твои Фанаты Всего Лишь Атаку Которые Хотят Тебя Неужели Ты Счастлив Что У Тебя Такая База Фанатов Феррис Все Еще Не Отвечает Она И Слоу Не Сказала С Начало Матча Но Теперь Я Избавился От Помех Так Что Феррис Может Изменить Все Другую Сторон В Любую Секунду Я Уставился На Ее Молясь Чуду И Вот В то Время Как Я Это Делаю Феррис Снова Отводит Лицо В Сторон Словно Пытаясь Чего То Избежать Что Еще Один Лазер Эй Чемпион Говорят Твои Глаза Могут Смотреть Прямо В Душу Говорят У тебя Есть Сила Читать Мысли Которые Позволят Тебе Обмануть Даже Мое Черное Злое Сердце Что Она Делает Фактически Ты Не Человек Ты Меский Ангел Потому Что Проникаешь В сердце Каждого Несчастного Дурня Что Заговорить С Тобой Все Будьте Осторожны Держитесь На Ставь Ваши Мысли И Будет Вас Шантажировать Отдай Свои Деньги Задайся В своем Райан Матче Что Ты Потребуешь Дальше Зрители Начинают Шептаться Если Феррис И Правда Имеет Такую Силу Тогда Не Удивительно Что Она Так Хороша В Райан Мое Чунебье Воображение Начинает Бешено Работать Но Я Стараюсь Изо Всех Сил Подавить Это могло бы Объяснить Почему Она так Ненавидела Атаки Лазерных Лучей Это Также Объяснило Почему Ее ходы В этом Матче Были Так Бессмысленны Феррис Дори Что Это Было Я Использую Смену Директории Не Смена Директории Это Специальный Тип Кар Зовущийся Терминал Кар Раз Раз За Игру Она Позволяет Поменять Местоположение Двух Собственных Частей Само Собо Ты можешь Подвориться Якобы Поменял Их Кроме Того Если Две Карты Были Выявлены Вирус Чекера Они Перевернутся Обрата Лицом Вниз Я Понял Со Сменой Директории Она Может Приключиться На Эту Вирус Карту Которую Она Положила Рядом С Сервером Противника И так Как я Ожидал Феррис Обменивать Вирус Карту С Карты Которую Окружил Своими Картами 4С Или Может Быть Она Лишь Притворяется В любом Случае Никто Не знает Где Линк Карты А где Вирус Карты Никто За Исключением Феррис Конечно Же Довольно Интересная Уловка Но Сработает Или Она Вирус Атакер Нет Это Даже Уловкой Не Было Это Было Просто Ошибкой Чемпион Ни минуты Я не колебаюсь 4С Захватывает Часть Которую Феррис Положила Следующей Серверу У меня Все еще Есть Две Вирус Карты Одной Карты Недостаточно Чтобы Обрезать Эти Черные Как Смоль Крылья Но Если Я возьму Всего Лишь Одну Линк Карту Тогда На Тебе Будет Поставлен Большой Крест Кстати Это Карта Которой Ты Зачищаешь Путь Отступления На Своей Территории Это Карта Которую Ты Использовала Вначале Та Которую Ты Наделила Линейным Бустом И Использовала Чтобы Атаковать Меня Как бы Приглашая Меня Принять Ее Я Говорил Это Ранее Но Быть Не Может Чтоб Такая Напуганная Ковщика Как Ты Послала Блин Карту Туда Где Она Может Быть Захвачена Другими Словами Чемпион Руководствует Моими Элегантными Злами Навыками Дедукции Могу Сказать Что Твоя Последняя Линк Карта Не Та Которую Ты Охраняешь Это Одна Из Двух Которые Ты Поменяла Местами Так Что Я Даже Не Проверял Эти Эксессуальные Глаза Черного Павлина Уже Могу Так Что Все Что Я Должен Сделать Это Забрать Обе И Победа Будет Принадлежать Нам Черным Дворянам Погоди Ко Это Правда Если Карта Которую Заберет Сейчас 4С Будет Линк Карта И Тогда Он Победит Но Даже Если Он Вытащит Вирус Карту Это Все Еще Будет Верным Знаком И Тогда Он Уже Наверняка Будет Знать Какую Карту Ему Забирать Все Идет К концу Без Демонстрации Какой Либо Силы Феррис Карта Открытая И Карта Показанная На Мониторе Это Вирус Карта Все Кончено Верали Забрали Три Линк Карты И Три Вирус Карты Матч Пойнт Но 4С Прав Это Даже Не Вопрос Феррис Остал Всего Лишь С двумя Картами 4С Уже Знает Какая Линк Карта А Какая Вирус Линк Карта Феррис Окружена Картами Виролов Некуда Бежать Неужели Это Значит Что Феррис Проиграет Не Может Быть Должен Быть Какой Совет Который Я могу Ей Дать Не Может Ни О Чем Не Думать Не Могу Ни О Чем Не Думать Конец Мир Прокрашивается В черный Закрывая Поху Райнет 4С Кор Счисловно В экстазе Раскинув Обе руки Вширь И подняв Вверх Подбородок Его Поза Вызывает У меня Отвращение Я Сжимаю Кулаки Похоже На То Что У меня Нет Другого Выбора Кроме Как Прыгнуть Снова И Заставить Феррис Одеться На Защитные Очки 4 Откровения Были Наполнены Выполнены Киска Чемпион Пала От Благодати К Бывшему Чемпиону Мы Верил Атакер Теперь Опустились Занавес Высшему Более Грандиозному Сексуальному Новому Поколе О Чем Ты Говоришь Не Этот Поединок Не Окончен Не Феррис Свернулась К своей Обычной Речи У нее Даже Прежняя Бесстрашная Улыбка На лице Это Не Взгляд Райнера Смирившись С поражением И Затем Феррис Вытащила Что-то Из ее Ушей Беруши Это Те Что Я Дал Утром Она Носила Затычки Для ушей А Не Очки Почему Чтобы Поймать Не Ожидавшего Ничего Противника Что За Бредовые Мечты Ты Извергаешь Матч Уже Выигран Ты Всего Лишь Ползаешь На Земле Почему Тебе Не Посмотреть На Карту Которую Ты Только Что Забрал У Феррис Что Быть Не Может Карта Которую Он Взял Была Линк Картой Не Может Быть Черт Побери Быть Во Имя Всего Элегантного И Злого Этого Не Может Быть Чепуха Быть Не Может Ты Чтобы Ты Выстрелила Сама Себе В Ногу Потратив Смену Директории Для Обмена Двух Вирус Карт Просто Переверни Карту И Взгляни Уже Правде Глаза Не 4C Медленно Перевернул Карту Забрано Им У Феррис Вся Аудитория Ждет Когда Уже Покажут Карту И Затем На Мониторе Что Мы Все Думали Что Эта Карта Была Лин Картой Вирус Карта Огромный Крутой Поворот Она Сделала Это Она И Вправду Обернула Поражение В победу Такое Чувство Что Она Знала Что Должно Было Случиться У Нее Все Было По Контролям В течении Всего Времени Битвы Публика Сходит С ума Их Крики Сотрясают Зал У Нас Есть Победитель Феррис Дважды Чемпион Поздравляю Вместе С залом Который Сотрясался Отликование На Коронации Дару И Обменялись Рукопожателями В преддверии Победы Феррис После окончания Турнира Я ожидаю Феррис За пределами Зала Я уже Отправил Дару Домой Скоро Мне нужно Будет Сказать Феррис О Майюре И я Не хочу Чтобы Он Это Слышал Кема Внезапно Феррис Подбегает Ко мне Не обращая Никакого Внимания На взгляды Толпы Она До сих Пор В своей Одежде Горничной Несет Два букета Цветов Полученных От Фанатов Поздравляю С победой Феррис Прыгает На меня Прежде Чем Я Успеваю Закончить Она Прыгает В мои Руки Обнимает Меня И я Ощущаю Тепло Своей Щекой Поцелуй Это Был Поцелуй Спасибо За Все Неа Феррис Невинно Улыбается Все Ее Тело Словно Сия Чистым Счастьем Не Не Нужно Благодарить Меня Мне Нужно От Тебя Кое Что Другое Что То есть Поцелуй Недостаточно Или Ты Хочешь Пойти Со Мной На Свидание Кем А ты Такой Жадный Ня Но Знаешь Феррис Не Против Ня Феррис Проказливо Улыбается Я Рад Что Тебе Помогли Эти Затычки Для Ушей Которые Тебе Дал Так Что Отойди Жарко Я Силой Оттолкнул Феррис Все Уставились На Нас Извини За то Что Сомневалась Тебе Это Была Не Такая Напряженная Игра Если Б Я Поверила Тебе Сразу Феррис Застенчиво Киладет Лапы На Голову Я Беру Ее За Лапу И Вожу Со Сцены Мы Подошли К Экстакаде И Наконец Пропали С Поле Зрения Зрителей Турнира Феррис Теперь Ты Выслушаешь Теперь Ты Выслушаешь То Что Мне Нужно Тебе Сказать Хорошо Я Принес Тебе Солнечные Очки И Затычки Для Ушей Но Придумал Это Не Я Правда Тогда Кто Ты Феррис В Замешательстве Смотрит На Меня Если Быть Точнее Ты Два Часа Назад Первый Раз Когда Ты Проиграла Коварной Тактики Команды Viral Attackers А потом Ты Попросила Меня Воспользоваться Моей Машиной Времени Чтобы Остановить Их Твоя Машина Времени Это Был Контракт Так Сказать Ты Почти Вспомнила Димейл Который Отправила Чтобы Изменить Прошлое Хотя Ты Должна Была Его Забыть Ты Сказала Что Вспомнила Если Победила В турнире Райнет Ну так Что Ты Помнишь Это Очень Важно Так Что Я Должен Попросить Тебя Попытаться Ферис Вглядывается В мои Глаза Будто Что Ищет В них Затем Она Задумавшись Прикидывает Прикладывает Пальц К губам В конце Котцов Она Улыбнулась Возможно Ферис Просто Дурачила Тебя Что Та Ферис Расстроилась Из-за того Что Проиграла Вирус Да Так что Когда Она Слышала Машине Времени Она Захотелось Спорить Ее Для того Чтоб Победить Не Потому Что Если Бы Она Не Победила То Ей Было Бы Стыдно Показаться На Глаза Отцу Я Уверена Что Она Подыгрывала Кеми И Сказала Что Вспомнила Вот Что Я Думаю Возможно Это То Что Ферис Следовало Сделать Не Не Может Быть Черт Как Глупо Было Доверять Этой Девушке Кошке Я Должен Был Быть Готов К этому Учитывая То Как Она Обычно Поступает Я Глубоко Вздыхаю И Опираюсь На Перила Экстакады И В конце Концов Все Было Напрасно И Все Еще Нужно Исправить Искаженную Временную Линию Но Я Не Знаю Содержимого Димейла Ферис Ферис Забыла Что Это Когда То Произошло И Сообщения Нет В ее Отправленных Что Мне Теперь Делать Кем Неожиданно Ферис Начала Шептать Мне На Ухо Посмотри Ферис Глаза Что Просто Посмотри Лицо Ферис Находится Прямо Перед Моим Ее Дыхание Щекочет Мое Ухо Мы Чрезвычайно Близко Она Планировала Поцеловать Меня Сейчас Но Ее Вид Был Необычно Серьезным Я Сглотнул И Сделал То Что Мне Сказали Я Повернулся К Ферис И Пристально Посмотрел Ей В глаза Ферис Тоже Смотрит На Меня Если Б Кто Посмотрел На На Со Стороны То Б Он Подумал Что Мы Просто Парочка Находящийся В своем Мире Я Никогда Не Находился Так Близко К Ферис Я Очарован Ее Красотой Вау У нее Очень Длинные Ресницы Нервничаешь Конечно Нет Я Просто Решаю Великую Теорему Ферма В голове Что за Теорема Еще Математическая Теорема Которая Гласит Для Любого Целого Не Существует Целых Теорема Оставалась Нерешенной Почти 360 Лет Но В итоге Была Доказана В 95 Другими Словами Ты Нервничаешь Истина В том Что У Ферис Есть Только Одна Сила Твоя Сила Ты имеешь Ввиду Это Секрет Но Для Кема Я Сделаю Исключение Правда В том Что Ферис Умеет Читать Мысли Людей Я Называю Свой Сил Улыбка Чеширского Кота Мышленный Кот Из Произведения Люиса Кэрролла Алиса Стране Чудес О чем Думаешь Круто Я Исключение Но Вирилс Тоже Узнают Об этом Не так Ли Я Не думала Что Я Раскрыла Секрет Я Не Отрицаю Какие Либо Сверхъестественные Способности В конце Канцов У меня Есть Одна Из Них Счистующий Стайнер Когда Я Была Маленькая Я Могла Сказать О том Что Думают Бизнес Партнеры Папой По выражению Их Лиц Это Это Больше Похоже На Интуицию Или Шестое Чувство Основываясь На Движениях Глаз Выражении Лиц И Жестах Я Могла Сказать Что Кто Лжет Стоп Ты Использовала Эту силу На Турнирах Райнет Конечно Феррис Конферансье Загонять Врага В угол Это Мой Стиль Поэтому Я И Могу Делать Неожиданные Повороты Между Прочим Если Если бы я наделал Солнечные очки То я бы не смогла Читать мысли Моего противника Поэтому Она их И не надела Сразу Как раз Из-за этой силы Я и не знала Что ты Не лжешь Но Вначале Ты вовсе Не собиралась Слушать меня Ты просто Погладил Меня Против Шерсти Чувствую Она Снова Меня Обманывает И Точно Я могу Сказать Что Ты Не Лжешь Фейрис В прошлом Приходилось Отправлять Димейл Изменивший Прошлое Я верю Тебе Я думала Я смогу Вспомнить Но Извиняюсь Я не могу Вспомнить Понимаю Мы Зашли В тупик У меня Не остается Другого Выбора Кроме Как Искать Другой Путь Я Я Внезапно Ощущаю На себе Чужие Упорные Взгляды И Осознаю Что Мы Окружены Людьми Это Ревнимые Поклонники Фейрис Считают Что Я Парень Ее Меня Передергивает От одной Только Такой Мысли Что Мне Кажется Что Дело Не В этом Кто Они Раундеры Мойки Человек Одетый В черное Выходит Из Толпы Это Снова Тут Парень С Лысиной Что Он Хочет Теперь Я Осознал Что Все Окружающие Нас Люди Одеты Как 4C Так Все Эти Ребята Члены Вирлс Атакерс Зубы 4C Сверкают Белизной У меня Есть О чем Поговорить С тобой Чемпион Гая Шепнула Мне Возразить Возразить Чертова Кошка Сила читать Мысли Оппонентов Чушь Что За Уловку Ты Тогда Использовала Не было У нее Никаких Уловок Единственным Кто Здесь Жульничал Бултей Пересни Пользовалась Грязными Уловками В отличии От вас Ребята Что Ты Несешь Я Темный Дворянин Клинусь Богом Темного Царства Что Никогда Не лгу Хотя Иногда Я И делаю По Другому Это Было Неплохо Испорченная Белая Сиамская Кошка Я Не Приму Это Поражение Это Последняя Смена Директории Была Жульничеством У тебя Нет Никаких Доказательств Да Ты Похоже Невежда Что Тогда Я Тебе Объясню Если Я Говорю Что Я Черный То Это Черный Это Истина Райнер Райнер Эти Ребята Пришли Сюда Чтобы Сделать Полностью Ложное Обвинение Не Похоже Что И они Окружили Нас Мы Не Можем Убежать Кстати Твой Старик Какая Большая Шишка В Акихабаре Не Так Ли Боюсь Обзаклад Он Использовал Свои Связи Которые Позволили Тебе Выиграть Ты Знаешь Что Об Этому Сейчас Говорят Все Райнеры Ты Такая Мерзавка В тебе Даже Нет И Частички Элегантной Злобы Ты Даже Не Белая Сиамская Кошка Ты Толстозадая Свинья Ползающая Вблизи Шум Толпы Становится Громче За Стенной Качков Из Вирл С Некоторого Расстояния Смотрит Еще Несколько Зрителей Райнер Вирлс Начинает Громко Издеваться Серьезно Я думал Что Все Прошло Как-то Слишком Хорошо Но Ты Говоришь Что Это Подстава Эта Девочка Кошка Хуже Всех Так Так вот Что За Человек Этот Фэрис Грязная Обманщица Так Оно И Есть Ты Не Чемпион Не Чемпион А Позорище На Колени Склонись Передо Мною Черным Люцифером 4C Клади Голову На Зим И Проси Нисхождения А Затем Отрекись От Своего Трона Сделай Это Я Обещаю Что Люцифер Простит Тебя Дела Твои Правильно Откажись От Своей Победы И Никогда Больше Не Приходи На Райнет Аксесс Батлерс Выйди Из Райнет Ты Стерва Насмешки Летят Со стороны Окружающих Виролс Никто Из Наблюдателей Не Приближается Я думал Они Не Хотят Мешиваться Что За Фарс Как Долго Мы Должны Слушать Это Пойдем Ферис Я Я Хватаю Ферис За Запястье И Прокладываю Путь Силой Через Окружающих Нас Виролс Пока Мы Убегаем Я Оборачиваюсь И Вижу А ну Стоять Четыре Сис И его Группа Преследует Нас Все Что Мы Можем Делать Это Убегать Алло Это Я Что Я Сейчас Занят Ты Все Еще В Холе Нет Ты Ведь Не Видел Ферис На Самом Деле Сейчас Все Все В Огне В Огне Что Ты Именно Ее Блоги И Фансайты Черт Вирус Атакер Должно Быть Наводнили Сеть Ложными Обвинениями Эти Подонки Я Вешаю Трубку Я Жму Кнопку Окончанию Звонка И бегу Еще Быстрее Тема Эти Парни Они Все Еще На Хвосте Продолжать Бежать Просто Не Продолжать Бежать Хватая ртом Воздух Я тяну Ферис За руку И бегу Быстрее Мы И тогда И тогда Я вижу Несколько Сомнительно Одетых Молодых Парней В черном Караулят Вот В здании Где Находится Дом Ферис Черт Они Добрались Первыми Нам туда Не забраться Убираемся Отсюда Мы Пытаемся Прорваться Через Ее Дубаши И бежать Все Водори Но Нас ловят В пути Вот Они Уточните Местоположение Черт Даже Сколько Их там Все Что Мы Можем Сделать Это Повернуть Назад Мы Не Сможем Зайти Далеко Если Продолжим Бежать Так же Нам Нужно Найти Место Чтобы Отдохнуть Лаборатория Мы что-нибудь Придумаем Если Доберемся Туда Нам Нужно Как-то Туда Попасть Но Вирилл Склоняется Около Лабораторий У нас Нет Способа Ускользнуть От них В конце Концов Мы Нашли Убежище В магазинчике Рамона Магазинчик Рамона За лабораторией В другой Мировой Линии Это был Майк Вин Нян Где Феррис И Майюри Работали Горничными Почему Мы Остановились Здесь Мы Должны Бежать Дальше Второй Этаж Майк Вин Теперь Похоже Является Складом Магазина Внизу На самом Деле Это Может Быть Идеальным Местом Чтобы Скрыться На Время Я Хватаю Феррис За Руку И Бегу Вверх По Лестнице В Пустой Комнате Стоят Груды Казалось Бы Муки Мы С Феррис Спрятались За Одной Из Таких Я Надеюсь Что Никто Не Видел Как Мы Заходили Давай Подождем Здесь До Тех Пор Пока Эти Придурки Не Сдадутся Я Достаю Телефон И Открываю Окно Ввода Нового Письма Я Посылаю Дару Сообщение СОС Феррис И Я Прячемся Наверху Раманной Тасабура Здесь Почти Пусто Если Не Считать Несколько Мешков Муки Нет Ничего Что Могло Бы Сгодиться В Качестве Оружия Ничего Достаточно Большого Чтобы Спрятаться За нами Гонится Виролы Я Не думаю Что С ними Можно Договориться Так Подожди Где Это Так Вообще Остаться Мне бы Ничего Не Стоило Схватить Их Всех Но Я Не Могу Использовать Свою Силу Рядом Сферис Вызови Нам Такси Срочно Здесь Жарко Должно Было Открыться Здесь Ня О Я знаю Мы Открыли Страничку Для Размещения Информации О Наборе Горничник Ты Видел Она Должно Было Открыться Ферис Организовала План Кафе И Передала Его Отцу Через Конференции Это Было Уже Почти Решенным Делом Но В последний Момент Папа Опустил Лапы И План Погиб Папа Такой Болван Если Был Оставил Магазинчик На Меня Это Было Лучшим Мэйд Кафе Во всей Японии С МММ Костюмами И Монотластическими Горничными Это Было Было Даже Привлекло Клиентов В Акибу Отовсюду До Уэна И И Икебы Кура Так Обидно Акихабара Которую Я знаю Нацелена На Обслуживание Фанатов Игр Аниме И Мои Культуры Нынешняя Акихабара Все еще Электрогородок Старых Времен И Раньше Там Было Мэйд Магазинчик Рамана И Если я Правильно Понимаю Феррис Не была Связана С Райнет Эксэс Баттлерс На Прошлой Мировой Линии Феррис Нет Акихарумиха Ты Ты дочь И Наследник Семей Акихо Так что Ты Ходила На Конференции Развития Акихабары Верно Я На Них Не Бываю Не Бываешь Но Разве Ты Не Говорила Что Она Сказала Перед Тем Как Сменилась Мировая Линия Папа Тот Кто Ходит На Конференции Почему Феррис Должна И Тогда Почему Ты Ходишь На Конференции Как я уже сказала Я не хожу Правильно Нет смысла в том Чтобы ученица Старшей школы Участвовала В конференциях По развитию И еще Меньше в том Чтобы она Чтобы она Что она Стоит За Мойфикацией Акибы Ведь Мои Магазинчики Стали появляться Около 2002 Так Но тогда Феррис Было всего 9 лет Может ли Это Быть Подсказкой К содержимому Димейла Феррис Твой отец Заинтересован В ретро Компьютерных Компьютерах Верно Да Между прочим Мы все еще Не нашли ABN 5100 Твой отец Когда нибудь Продавал Или отдавал Такой Другой линии Отец Феррис Подарил ABN 5100 Храму Янобояши Или Это сделала Феррис Никогда Папа Любит Все виды Компьютеров Которые Он собрал Он бы Никогда Не избавился От любого Тогда Почему Он подарил ABN 5100 У тебя Есть Какие нибудь Ретро ПК Феррис Я совсем Не понимаю Хобби Папы Феррис Любит Косплей Они Мои Милые Вещи Причина По которой Счезли Мои Магазинчики Это то Что Феррис Не участвовала В конференциях По развитию Города Я думаю Об этом И был Димейл Предположим Ты участвовала В развитии Города Еще с тех Пор Как была Ребенком Я бы Распространила Мой Магазин По всей Акибе Стало бы Просто Посетить Коми Ма И тем Б И ты Б Познал Все Веколепие Силы Атаку Я уверена Тогда Больше Людей Посещали Акибе Кроме Того Если Ты Хотела Перестать Участвовать В этом Спустя Все Это Время Как Б Ты Остановила Себя В прошлом Это Какой-то Вид Психологического Теста Это Просто Гипотический Вопрос Феррис Некоторое Время Обдумывает Это Муре Красно Было бы Сделать Это Как В драме Что Как По Телевизору Феррис Слаба На Драму Наверное Это У меня От Папы Серьезно Например Если Феррис Похитят Или Внезапно Феррис Замолкает В комнате Темно Я не могу Увидеть Ее выражение Лица Похитят Феррис Что-то Случилось Феррис Незапно Хватается За голову Моя голова Болит Кема Феррис Странно Себя Чувствует С момента Прибытия На этот Склад Хотя Я приезжала Сюда Однажды Еще Когда Была Маленьким Котенком Чувствую Такую Ностальгию Будто Я была Здесь Много Раз Ня Что Это Значит Она Снова Прикалывается Надо Мной Нет Это Слишком Похоже На Правду Ее Лицо Светится И Затем Она Хватает Меня За Руку Я Вспомнила Что Вспомнила Я Вспомнила Ня Сила Ее Заявление Подавила Мой Вопрос Майк Виннян Кьо Майдару Не Были Постоянным Посетителем Меня И Маюши Тоже Там Работала Серьезно Ты В самом деле Это Вспомнила Феррис Кивает И Как Кьо Майдару Обсуждали Машину Времени В Кафе И Как Я Попросила В Обмен За Помощь Найти IBM 5100 И Как Позже Я Убедила Кьо Майдару Что Это Странно Сравнивать Время С Рекой И Как Я Приносила Кровавую Клятву Чтобы Стать Сотрудником Лаборатории Я Сам Почти Забыл Все Эти Вещи И Димейл Тоже Ты Помнишь Что Ты Отправила Феррис Вдыхает Ее Улыбка Внезапно Исчезает Не Говорите Мне Что Это Все Что Она Помнит Или Она Снова Меня Разыгрывает Я Помню Но Ты Говоришь Что Должен Отменить Его Ня Да Я Должен Отменить Изменения Внесенные В прошлое Твоим Димейлом Ты Не Можешь Ня Феррис Яростно Качает Головой Поставив Руки В бока Снова Смотрит На Меня Мы Одни На Этом Тусклом Складе Я Снова Чувствую Ее Горячее Дыхание У Своей Щеки Здесь Нет Тех Кто Б мог Нас Увидеть Мы Безопасности Я Чувствую Себя Немного Взбудораженным От Близости С ней Нет Я Должен Сохранять Спокойствие Ты Не Можешь Отменить Майюши Если мы Не вернемся К изначальной Мировой Линии Если я Не получу Айбен 5100 То Майюри Умрет Понимаю Что звучит Нелепо Но это Правда Поэтому Я прошу Мне нужно Отправить Другой Димейл И отменить Твой Желание Загаданная Ферис Через Ее Димейл Ферис Незапно Произносит Это Словно Чтобы Заставить Меня Замолчать Ее Намокшие Глаза Отражает Тусклый Свет Своим Желанием Ферис Спасла Папу Который Умер 10 лет Назад Что? Я Изменила Прошлое Где Умер Папа На Прошлое Где Он Остался Жив Ты Имеешь Ввиду Что Тот Хорошо Выграющий Мужчина Ее Отец Погиб 10 лет Назад Теперь Когда Я Думаю Об Этому Это Хорошо Согласуется Со Всем Происходящим Ферис И В самом Деле Вспомнил Свой Димейл Теперь Когда Я Знаю Результат Все Что Мне Надо Сделать Это Послать Отменяющий Димейл Но Не Все Так Просто Я Должен Отменить Димейл Который Предотвратил Смерть Ее Отца 10 Лет Назад Разве Это Не То же Самое Что Снова Вбить Его Я Слышу Как Открывается Дверь И Быстро Прикрываю Рот Ферис Своей Рукой Ферис Действительно Прячется Здесь Кто-то Видел Двух Людей Похожих На них Которые Зашли Сюда Черт Кто-то Видел Нас Нам Нужно Что-то Сделать Если Они Позовут Своих Приятелей С Нами Покончено Так Я Сохранюсь На Сякий Случ Ой Где вы? Так Ты была Здесь Ферис Да Акабо Ты слышишь Меня? Мы вызвали Такси Но Оно Придет Не сразу Курису Ты указала На нас Последователем Они Прямо Перед Нами Эй Выходите Нет Смысла Прятаться Поняла Тогда Я Расскажу Вам План Побега Вы Находитесь В том же Месте Где и Раньше Так Расск Как Я быстро разрываю ближайший мешок муки и рывком разбрасываю его содержимое по воздуху. Рассеянный белый порошок сияет в солнечном свете. Что за черт? Я ничего не вижу. Раскакиваю мимо дезертированных людей, я веду Феррис в сторону выхода. Прямо рядом с выходом я вижу выключатель. Я выталкиваю Феррис первый, затем дергаю выключатель прямо перед тем, как закрыть дверь. И сразу после того, как мы выбрались, звук вроде бы петарды разносится с другой стороны двери. Взрыв пыли. Я видел, как похожий трюк выполняли парни вроде Макдайвера и Мастера Читон. Вымышленно популярный японский комикс, выходящий в 88 по 94, рассказывает о деятельности известного протагониста, который является археологом, инструктором по выживанию и исследователем страховой компании. Этого должно быть достаточно, чтобы они отвлеклись, а мы могли сбежать. Феррис кашляет, стряхивая муку с одежды и волос. Но мы не можем тратить время. Такси здесь все еще нет. Но мы не можем ждать его. Нам нужно немедленно уходить. Однако... Вам не удастся, Сути. За ними. Черт. Мы уже было направились к лаборатории, но угодили в засаду. О нет. Вскоре нас с Феррис окружили люди, чьи глаза горят ненавистью. И вот вы и попались. Окружавшее нас кольцо размыкается, и 4С выходит вперед со своей шапкой на голове. Я скажу вам одну вещь. Вы не можете избежать моей чертной ауры? Я закрыл Феррис своим телом. 4С разминает пальцы и улыбается. Я всегда сражаюсь с системой, и снова моя элегантная злая история заканчивается идеальной победой. Стой, не смей даже пальцы на меня поднять. Единственное, что я могу сделать, чтобы остановить их, включить Хоэн Кьому. Если ты сделаешь еще шаг, сила моей правой руки прорвется наружу. На передней линии сцены всегда стоит только один человек. Этот человек – павлин, взмахивающий своими черными крыльями. Успокойся! Правая рука! Нет! Печать прекращает работать! Бегите вы все! Наша жизнь не в опасности! Я изящно распостал тебя в моем сумасшедшем танце. Избранным стремительным черными крыльями. Может быть, никто иной, кроме меня. Нет! Моя правая рука! Моя правая рука! Пожалуйста, остановись! Я не хочу больше никого убивать! Эй, что он, черт возьми, делает? Что-то ударило меня по затылку. Один из верил швырнул в меня железную банку. Не дайте ему обмануть вас! Это классический пример Чуньубьо! Ага, как вы... Я только и болтать гараст. Неважно, просто проучим его. Очень хорошо, тогда готовьтесь к снятию ограничения. Перед тем, как я закончил, Читериси ударяет меня ногой в грудь. Кёма! Он охватывает меня за волосы и несколько раз бьет коленом. Наконец-то он отпускает мои волосы, я начинаю кашлять, сразу как ударяюсь об землю. Зачем Читериси валит меня на землю с шквалом ударов тяжелых ботинок по телу и голове? Я поднимаю руки, чтобы защитить лицо. Я уже говорил, самый холодный лёд обжигает. Говорю же, это обморожение, а не ожог, идиот. Ах ты! Он начинает бить меня ногами. Кёма! Я могу чувствовать только боль. Я отгоняю все мысли и жду, когда штурм утихнет. Остановитесь! Не причиняйте больше вред Кёме! Не указывай мне, что делать, я слушаю только шёпот Гайи. Четыре Си хватает мой большой палец двумя руками. Затем он начинает его поворачивать. Остановитесь! Кто-нибудь, помогите! Я слышу звук. Выхлопы трубы. Гудот машины. Лимузин переулки на головокражительной скорости. Все кричат и разбегаются, чтобы спастись от него. Запах горелой резины. Следующий на асфальте. Лимузин останавливается прямо перед моим валяющимся телом. Открывается задняя дверь. Залезайте! Папа! Я даже и не могу встать. В моём теле не осталось сил. И моё зрение размыто. Тонкие руки охватывают моё тело, потянув меня в машину. Мягкий запах цитрусов щекочет мой нос. Кёма! Держись! Я опираюсь на плечо Феррис и закатываюсь в лимузин. Стойте! Вам не уйти! Дверь закрывается, обрывая его крик. Машина разгоняется, словно пуля. Под моей головой что-то мягкое. Мы внутри лимузина. Моя голова покоится на коленях Феррис. Каждый дюйм моего тела чувствуется так, будто он горит. И в то же время в моих костях ужасный холод. Я едва слышу что-либо в ушах звенит. По крайней мере, мне не хочется блевать. Они действительно подпортили меня. По словам отца Феррис, он учался в ОПЕКС, чтобы поздравить её тогда. И увидел нас. Удачное стечение обстоятельств. В самом деле, это тоже выбор врат Штейна. Мне действительно стоит поблагодарить тебя, Акабе-кон. Спасибо, что защищаешь мою дочь. Защищаю. Я не герой. Если бы у меня были силы, я бы пал ниц прямо сейчас перед этим человеком. Я был не в состоянии что-либо сделать против тех ребят. Я был жалок. Абсолютно нет. Ты спас жизнь моей дочери. Он твёрдо пожимает мне руку в признательности. Папа, мне кажется, я говорила тебе не нагружать себя с тех пор, как у тебя появилась важная работа. Тебе стоит слушать меня. Феррис выглядит счастливой после того, как сказала это. Однако, я вспомнил, что Феррис сказала мне в раменной. Своим желанием Феррис спасла папу, который умер 10 лет назад. Если это правда, то мне придётся стереть её отца, чтобы вернуться на исходную мировую линию. По существу, убить его. Я всегда выполняю свои обещания, Ирумиха. Я принял это решение давным-давно. Папа, спасибо, Ня. Лимузин вскоре достигает дома Феррис. Значит, ты ищешь Айбен 5100? Верно, я слышал, что вы были коллекционером ретро-компьютеров. Вы знаете что-нибудь про него? Я закончила ужинать в доме Феррис. Её отец был чрезвычайно благодарен и пригласил меня. Я был бы признателен, просто заимствовывая душ. Но он даже подготовил сменную одежду для меня. И он даже сказал мне, что я мог бы остаться, так как всё-таки слишком опасно выходить на улицу. Во время еды я стараюсь разузнать про Айбен 5100, игнорируя боль, которая всё ещё чувствуется в моём теле. Довольно обычно, что молодой человек вроде тебя слышал про Айбен 5100. Он улыбается, когда я упоминаю его хобби по коллекционированию старых ПК. У меня был один, однако я его отдал. Отдали его? Да, я имею веские основания. Он смотрит на свою дочь. Феррис продолжает молча есть свою еду. Вы отдали его в храм Янобояши? Храм? Нет. Нет. Вся сила уходит из моего тела. Мои усилия были напрасными. Я не думаю, что Хашида-сан, который доверил мне Айбен 5100, когда-либо простит меня за то, что я сделал. Хашида? Бывали это Хашида... Сузу. Отец Феррис кивает. Симдоним Сузухим мой пульс поднимается мгновенно, едва я услышал это имя. Она сделала это. Она нашла Айбен 5100. Она принесла его в Акибу. Она завершила свою миссию. Слезы наворачиваются на глаза. Я заворачиваю их обратно. Это старая история. История из прошлого. Еще до того, как моя компания стала такой большой. Румиха была похищена. Похититель требовал немыслимых выкуп. Возможно, мне стоило заложить компанию. Но в тот момент кое-кто появился словно послание свыше, предлагая большую сумму денег за мой Айбен 5100. Я продал его. Это дало мне достаточно денег, чтобы подготовить выкуп Румиха. Давай не будем говорить об этом. По какой-то причине лицо Феррис покраснело от смущения. Если бы ее спросили бы мое мнение, я бы сказал, что ее отец кажется очень счастлив рассказать эту историю. Не то, чего бы вы ожидали от истории про похищение. И кто же был покупателем? Французский бизнесмен. Я полагаю, мне кажется, что у меня все еще есть эта контактная информация. Она вам нужна? Я вежливо отклонил предложение. Быть того не может, что Айбен 5600 прибудет из Франции в срок. В любом случае, я сомневаюсь, что мы могли бы его купить. К тому же, есть высокая вероятность, что покупатель связан с СЕРН или Раундурами. Я сжал свой кулак, затем снова разжал его. Почему ты не хочешь вернуться ко мне, Айбен 5600? Уже далеко за палочью. Я все еще бодрствую. Мое тело очень хочет спать. К тому же, есть один вопрос, который съедает все мои мысли. Что мне следует делать? Как я могу отменить Димейл, который спас отца Феррис? Моя встреча с этим человеком живую родила ненужный внутренний конфликт. Я собираюсь украсть у Феррис ее отца. Разве это нормально так спокойно рассуждать о таких вещах? Но иначе Майори не спасти. Я слышу стук, вслед за которым открылась дверь. Кема! Феррис! Все, не спишь? Могу я войти? Обычно Феррис добавляет дня в конце вопроса. Не дожидаясь моего ответа, Феррис вошла внутрь. Затем она села рядом со мной на кровать. На ней нет ни кошачьих ушек. Спасибо заранее. Когда банда Вирлс начала меня преследовать, я очень испугалась. У нее лихорадка или что-то типа того. Почему она говорит нормально? Обычно она старается показать себя девушкой-кушкой. Значает ли, что она сейчас не использует свою личность Феррис? Это настоящая Акика Румиха? Довольно непривычно слышать то, что Феррис говорит нормально. Меня возбуждает это по некоторым причинам. Как, например, то, что она показывает мне ту сторону себя, которую я никогда не показывала. Впервые я почувствовала такие негативные эмоции от огромной толпы людей. Эти ребята были одержимы тьмой. Она слегка хлопает меня по колено. Да ладно тебе. Я пытаюсь быть серьезной. Что? Даже ее возражение было нормальным. Человек, сидящий передо мной, не горничная с кошачьими ушками. И не чемпион Райнет. Она просто нормальная девушка. Все еще болит? Нет, я в порядке. Кема, я хотела сказать, Акабе-сан, я не знаю, что бы случилось, если бы тебя не было. Я дрожу от одной мысли об этом. Не надо себя исправлять. Зови меня, как обычно. Феррис вдохнула. Во всяком случае, Кема, я не могу в полной мере отблагодарить тебя. Спасибо тебе, честно. Ты знаешь, Кема, ты мой принц. Принц, что ж, заговор про сказки. Она награждает меня мурашками по коже. И именно то, что нужно Хлён Кеме. Я не принц, я невероятный безумный ученый. Прежде чем я успеваю закончить, Феррис падает на меня. Она плотно обхватывает меня руками. Феррис. Я хочу, чтобы ты звал меня Румиха. Нет, Феррис. Это Феррис, помнишь? Хреново. Что мне делать? Чего хочет Феррис? Эй, я думаю, что пришло время покончить с этим. Ты вернулся в прошлое и рисковал своей жизнью, чтобы спасти меня. Так что я тоже хочу наградить тебе желанием. Но... Я глотаю остаток моих слов. Исполнение моего желания будет означать стирание самого существования её отца. Моё сердце болит. Нечто похожее было с Сузухой. Я стёр всё, что Сузуха поделилась с нами в 2010-м. В том числе её воспоминания о встрече с отцом. Я сделал это ради своей выгоды, чтобы спасти Майюри. Должен ли я снова пожертвовать чужой мечтой? Это было на мой восьмой день рождения. Всё ещё цепляясь за меня, Феррис смотрит вниз и начинает свою историю. Я хотел, чтобы папа взял перерыв в работе, чтобы он мог провести время со мной. Папина компания тогда не была такой большой, так что он работал каждый день с утра до ночи. Мне не удавалось увидеть его. Подарком, который я хотела больше всего, был целый день, проведённый с ним. И папа пообещал, он пообещал провести весь день со мной, несмотря ни на что. Но, кое-что произошло, и он должен был нарушить своё обещание. Я так боялась, что папа на самом деле не любит меня. Так что, на свой день рождения я убежала из дома. Я хотела заставить папу волноваться. Феррис на время остановилась. Затем она посмотрела на меня и продолжила со слезами на глазах. Папин самолёт совершил аварийную посадку. Лишь один человек умер в происшествии, и все остальные невредимы. Не говорите мне. Единственной жертвой был папа. Это было до того, как сменилась мировая линия. Я не могла поверить, что мир будет так жесток ко мне. Я ненавижу тебя. Папа, тебе стоит просто... ...умереть. Это были мои последние слова ему. Вот так закончились наши отношения. Навсегда. Я слышу слезы в её голосе. Я любила его. Так почему? Почему я сказала ему это? Я всегда чувствовала себя виноватой из-за этого. Что я сказала? Я всегда хотела вернуться назад во времени. Изменить то, что произошло. Тогда приведёт ли нас судьба друг к другу? Когда я услышала, как ты говоришь о вашей машине времени, я подумала, что получила шанс. Феррис. Румиха. Хватит на сегодня. Тебе не нужно говорить что-либо ещё. Нет. Позволь мне закончить. Феррис не отпустила меня. Она схлипывает и вытирает слёзы, натянув улыбку. Теперь я в порядке. Папа пришёл, чтобы спасти меня. Так что я знаю, как сильно он меня любит. Я действительно наслаждалась временем, проведённым рядом с ним. Это было похоже на дар с небес. Но теперь тебе нужно вернуть все вещи на свои места. Но Майюши очень важный друг для меня. Если Майюши в опасности, я сделаю всё, чтобы спасти её. Прости. Ты не слушал? Эта реальность не совсем реальна. Это скорее подарок для меня и моего отца. Или, пожалуй, мне стоит назвать это сном? Папа не принадлежит этому времени. Ты всего лишь возвращаешь вещи в норму. Спасибо, что дал мне этот сон, Кёма. Ты действительно... Смиришься с этим? Феррис прячет своё лицо в мою грудь. На самом деле, я не в порядке. Я помню, как обстояли дела до того, как изменился мир. Но я также помню, как всё было после изменения мира. Понимаешь? На самом деле, я сейчас немного вышла из ума. Всё, что произошло до изменения и после, смешалось во мне. Я больше не знаю, что есть реальность. Но если я попытаюсь этому сопротивляться, я просто заставлю тебя грустить. Не так ли? Я не хочу тебя расстраивать. Ты ведь мой принц, в конце концов. Мы можем что-нибудь сделать. Где-то должен быть мир, где твой отец и Майюри не умирают. Если мы попытаемся... Всё хорошо. Я приняла это. Я не хочу больше убегать. Мне нечего ей сказать. Так что взамен я крепко обнимаю её стройное тело. Спасибо. Это... Эй. Это ничего, если я поплачу немного. Прежде чем мы вернём всё обратно. Ничего, если я поплачу за папу. Она уже плачет, но я ничего не говорю. Вместо этого я молча киваю. Тело Феррис дрожит от волнения, когда я держу её. Её отец спит в соседней комнате, так что она, вероятно, не хочет, чтобы он услышал. Она плачет у меня на груди, заглушая рыдание. Уже почти полдень. У меня кружится голова. Мой мозг словно покрылся ржавчиной. Всё тело потяжелело от усталости. К счастью, боль от моих ран слаба, но я так и не смог заснуть. Я пообещал Феррис, что мы начнём операцию в полдень. До тех пор мы будем ждать в квартире Феррис. Я уже связался с Дару и другими в лаборатории. Я сказал, что мы будем проводить эксперимент сегодня. Кёма! Феррис. Феррис. Я вижу следы слёз на её лице. Один вид этого заставляет моё сердце сжиматься. Пойду в последний раз попрощаюсь с папой, не? Её обычная манера речи вернулась к ней, стоило ли ей одеть кошачьи ушки. Какая стильная часть амбундирования. Позволь мне некоторое время побыть наедине с папой. Может быть, мне стоит сказать «Подожди», может, мне стоит сказать «Прости», но я ничего не говорю в спину Феррис, и она направляется в кабинет своему отцу. К тому времени, как Феррис заканчивает свои прощания с отцом и выходит из кабинета, настройки мобиловолновки и названия временные уже завершены. Я связываюсь с Дарой в лаборатории и проверяю, чтобы 42-дюймовый телевизор в мастерской трубки Брауна был включен. Теперь всё, что осталось сделать, это отправить димейл. Но я начинаю колебаться. Вместо того, чтобы встретиться глазами с Феррис, я смотрю себе под ноги. Навечно различить её с отцом. Интересно, о чём Феррис сейчас думает? Не будь таким, Кёма. Ты не сделал ничего плохого, не? Но... Ни слова больше, не? Хорошо. Я не могу продолжать грустить, когда Феррис пытается подбодрить меня. Я беру себя в руки ради того, что мне нужно сделать. Вчера, перед тем, как покинуть комнату Феррис, сказала мне содержание первого димейла, которое она отправила. Сто миллионов за твоего ребёнка, садись на поезд. Это сообщение остановило её отца от покупки билета на самолёт. В результате он не погиб. Но это было не единственным, что изменило мировую линию. Её отцу пришлось продать IBM 5100, чтобы забрать 100 миллионов йен выкупа. В результате Феррис никогда не дарил IBM 5100 храму Янабояши. С живым отцом Феррис не участвовала в конференциях по вопросам развития Аки Хабары. Сити. Атаку ориентированный бизнес никогда не приживётся в Акибе. Майк Виньян никогда не откроется. Поэтому Феррис не так занята, что позволила ей участвовать в серии турниров Районет. Иными словами, у Феррис этой мировой линии обычная жизнь. На мировой линии, откуда я пришёл, Феррис была не только студентом, но также возглавляла компанию отца. Была влиятельным членом Совета по развитию Аки Хабары и официанткой горничной на полставки. Какая жизнь лучше для неё? Какая сделает её больше счастливой? Это не моё решение, а её. А её решение вернуть всё на круги своя. Я здесь лишь для того, чтобы помочь ей проснуться от этого сна. Феррис уже ввела отменяющий демейл. Это всё шутка. Лютя, папа. Увидимся. Это её настоящие последние слова отцу. Ум, когда мы вернёмся, всё будет обратно, исчезнет ли моё воспоминание из этого мира? Конечно, нет. Ты будешь помнить. У тебя сейчас воспоминания из обоих миров, не так ли? Вот почему ты так отчаянно помогал, Феррис. Думай, как хочешь. Я чувствую, что мои щёки краснеют, поэтому я повесил голову, чтобы скрыть своё лицо. Феррис, не хочет забывать о времени с Кёмой? Спасибо тебе. Я беру телефон, Феррис. Прости, Феррис, я лгал тебе. Голова восьмая. Андрогены. Проктаны. Голова закружилась, и я ощутил слабость. Так, тут уже почти два часа прошло. Извиняйте, если кто вообще будет смотреть, что я тут хнынчу, так сказать. Но эта сцена, она и в аниме очень трогательная. Но тут она ещё более... Ну, не прям сильно подробная, но намного подробнее, чем было в аниме. Потому что я многих вещей, если честно, не помню. Может, конечно, это тоже там было, то, что IBM 5100 был нужен для того, чтобы выкупить Феррис, и поэтому всё так поменялось. То есть это, конечно, сногсшибательное произведение. С этими выборами... Я как понимаю, этот DML тоже можно не отменять, но я, наверное, уже отдельно буду смотреть. То есть тут шесть концовок. Мы идём на самую правильную, которая есть в аниме. А есть также ещё концовка Майюри, Феррис, как его, господи, Рукака. Где их шесть, короче? Ну, не знаю, будем ли смотреть все, потому что одну мы уже посмотрели, по сути осталось пять. Это две скурису, получается. И вот ещё, получается, не знаю даже, какая из них ещё есть. Так, ладно. Сохраняемся. Вот надо было, конечно, прямо перед Gmail сохраниться. Мне кажется, это было бы... Ну, там, недолго, в принципе. Если мне захочется, я посмотрю, что будет, если Gmail не применять. Так, ну, это, собственно, была серия посвящена Феррис, от имени её Gmail. Такая вот трогательная, двухчасовая серия. А с вами была Мисс Шепард. До следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok